Более двух миллионов рублей Саровчанка перевела мошенникам на прошлой неделе. Она хранила деньги во вкладах нескольких банков. Сначала злоумышленники представились с сотрудниками одного из них и сообщили, что отделение в городе закрывается. Необходимо обналичить деньги, что и сделала женщина. Вскоре с ней связались еще раз, вынудив снять средства и со второго счета в другом банке. Якобы там работают мошенники, и деньги нужно обезопасить. После с Саровчанкой связались вновь и сообщили ложную информацию о том, что в одном из банков на ее имя открыт безопасный счет, куда необходимо перевести все денежные средства. Не подумав, Саровчанка несколькими транзакциями перевела денежные средства на предоставленный злоумышленниками счет. В лапы мошенников попался еще один Саровчанин. Он хотел купить шины для авто. На одной из торговых площадок нашел нужную модель и связался с продавцом. Неизвестный убедил мужчину в том, что доставка через сайт будет дорогой. Можно за нее вовсе не платить, если продавец сам оформит пересыл, так как в одной из транспортных компаний работает его родственник. Саровчанин перевел денежные средства на предоставленный злоумышленникам счет. В свою очередь ему предоставили чек о том, что посылка будет отправлена. Спустя несколько недель Саровчанин так и не получил своего имущества и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В полицию обратился мужчина, у которого украли из машины сумку с документами и деньгами. Саровчанин припарковал авто у строительного магазина на улице Димитрово. Преступник увидел, что авто не закрыли и решил поживиться чужим имуществом. Из автомобиля «Фольксваген» украли сумку с документами и денежными средствами в размере 430 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Следствием было установлено, что Саровчанин, 82-го года рождения, находясь на парковочном месте у строительного магазина, умышленно похитил из салона автомобиля сумку с находящимися в ней денежными средствами. С началом летнего периода все чаще в сводках стали появляться случаи кражи велосипедов. На прошлой неделе преступники украли два транспортных средства из подъездов домов по улице Пионерская и Лесная. Полицейские напоминают, что нельзя оставлять имущество в открытом доступе. А если все же приходится, нужно пристегивать велосипеды противоугонными тросами. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.